Библиотека имени Николая Жирнакова представляет книжный обзор «Турецкие выходные с книгой». Уже долгое время турецкие сериалы занимают лидирующее положение по просмотрам в нашей стране. «Великолепный век», «Империя Кесэм», «Ветрина», «Постучись в мою дверь», «Если мужчина любит», «Чёрная любовь», «Отец», «Бахар», «Чудо-доктор». Ну и, конечно же, «Королёк птичка-певча» и много-много других сериалов. Но мало кто знает, что и в библиотеках есть, что почитать турецкого. Для начала надо обязательно знать о том, кто такой Ататюрк. В нашей библиотеке есть журналы издательства «Диагостини» и, к примеру, серия «100 человек, которые изменили ход истории». 61-й номер посвящен как раз Ататюрку. Насыщенный цветными фотографиями, интересными познавательными фактами и заметками, данный журнал окажет существенную помощь тем читателям, которые хотят быстро и качественно получить достоверную информацию. Журнал состоит из нескольких разделов. Первое – «Пролог». Второе – «Жизнь и эпоха». Третье – «Выдающиеся события». Четвёртое – «Исторические параллели». Пятое – «Итоги». В этом журнале 31 страница, каждая из которых чуть больше листа формата А4. Имена Назыма Хикмета и Сабахатина Али очень хорошо известны ещё со времён Советского Союза. Тихие поэта Хикмета завоевали сердца миллионов советских людей. Долгое время и он сам жил в Москве. Ну и сейчас его творчество не теряет своей актуальности. В разных городах России приходят литературные встречи, на которых исполняются песни на его стихи, а новые читатели знакомятся с его творчеством. Назым Хикмета был дружен с не менее талантливым соотечественником, писателем Сабахатином Али. Он автор многих рассказов, а вот романов у него всего три, и все они в представленном на слайде сборнике. Первый роман Юсуф из Кьюджака. Первое действие происходит в начале XX века. Деревню Кьюджак потрясает зверское убийство семьи. Оставшегося в живых мальчика Юсуфа берёт к себе начальник уезда. И вот о жизни этого уже ставшего взрослого Юсуфа это произведение. Второй роман «Дьявол внутри нас». Этот роман считается психологическим. Впервые он был издан в сороковом году. Здесь разворачивается любовь между Амером и Маджиде. Третий роман «Мадонна в меховом манто». Её часто называют «Марковской историей любви», потому что сам стиль этого произведения очень схож со стилем Эриха Марии Ремарка. Здесь история любви богатого юноши и немецкой художницы Марии. Королёк «Птичка певчая» это самое известное произведение Решада Нури Кунтекина. Встречается название и просто «Птичка певчая». Впервые этот роман вышел в 1922 году. То есть уже 102 года история любви Фериде и Кемрана знают, читают, любят. В нашей библиотеке есть и другие произведения этого турецкого писателя. Например, в книге под названием «Цветок развален» помимо этого романа присутствуют ещё два рассказа «Старый знакомый» и «Ярмо». В книге «Старая болезнь» рассказывается история девушки «Желехи». В книге «Ночь огня» рассказана любовь юноши и замужней женщины. В книге «Мельница» «Мельница» — это такой роман. В ней нет как таковой истории любви. Это книга о чиновниках и простых людях. Интересный сюжет, который нарисовал Гюнтекин, привлекает внимание многих читателей. Если вы ещё не читали это произведение, вам стоять и нарисоветую. Следующие две книги «Клеймо» и «Враг женщин». «Клеймо». Прочитав это произведение, вы зададитесь вопросом, а на что вы готовы ради любви? Вот «Клеймо» как раз о той возможной жертве и о том, как потом жить. И последний роман, который есть в нашей библиотеке, это «Враг женщин». История госпожи Сары и мужчины, который сначала и долгое время совсем не обращал на неё своё внимание. Думаю, что многим из вас знаком такой турецкий писатель, как Архан Помог. Да, и в нашей библиотеке есть его произведения. Все они довольно интересные. Некоторые из них заставляют задуматься о своей жизни. В 2006 году Архану Помогу была присуждена Нобелевская премия по литературе. Формулировка была такая. В поисках меланхоличной души родного города нашёл новые символы для столкновения и переплетения культур. Ещё один знакомый вам писатель – это Ильчин Сафарали. Он нетипичный турецкий писатель. Он азербайджанец, но уже долгое время живёт в Турции и очень любит и уважает эту страну. И в своих книгах он пишет о любви мужчины и женщины, о взаимоотношениях взрослых детей с их родителями. И всегда в своих произведениях подчёркивает важность сохранения семейных традиций. И, конечно же, он пишет о Турции, о Босфории, о улицах Турции, о различных его достопримечательностях. На данный момент писателю Ильчину всего 40 лет. И кто знает, может быть, в будущем он станет Нобелевским лауреатом по литературе. Все данные у этого писателя для получения премии есть. Настоящий фурор произвёл турецкий исторический сериал «Великолепный век». И многие люди только благодаря ему узнали о историческом прошлом Турции, о исторических персонажах. Тем не менее, ещё в 1980 году, то есть 44 года назад, в СССР вышла книга Роксолана, а написал её Павел Архипович Загребельный. Это советский писатель, участник Великой Отечественной войны. Сейчас популяризацией исторического прошлого Турции занимаются многие писатели, в число которых входит и Наталья Павлищева. Наталья Павловна Павлищева это современная российская писательница, чьи произведения совмещают художественный вымысел и документальный исторический материал. Наталья Павлищева является членом Российского Союза писателей, а также одним из членов Академии Русской Словесности и Изящных Искусств имени Державина. В нашей библиотеке есть очень много книг Натальи Павлищевой. Я вам рекомендую познакомиться, конечно, и с её произведением, но и не забывать о Павле Загребельном. Его произведение Роксолана считается классическим произведением о жизни заложницы Роксоланы и султана Сулеймана. И многие писатели, сценаристы, и те люди, которые изучают историю Турцию, первым делом читают как раз произведение Павла Загребельного Роксолана. Но вернёмся к турецким сериалам «Большая маленькая ложь». Такой сериал сняли в Турции по мотивам одноименного американского сериала, но обе эти версии в своей основе имеют литературную часть. Это произведение «Большая маленькая ложь» австралийской писательницы Лианы Мариарти. Этот роман и другие её романы также есть в нашей библиотеке. Вы можете ознакомиться с оригинальной версией «Большой маленькой лжи». Спецкий кинематограф в скором времени предложит нам сериал по мотивам произведения Эмиля Золя «Дамское счастье». Но это «Дамское счастье» будет перенесено в наше время, то есть все события будут происходить в настоящем времени. Это будет история об отношениях небогатой русской девушки Нины и Руслана, бизнесмена и хозяина самого известного в Анталии магазина женской одежды и аксессуаров под названием «Близкое счастье». Молодой и привлекательный предприниматель Руслан Адамов пользуется популярностью среди представительниц прекрасного пола. В настоящий момент этот сериал еще недоступен для русских зрителей. Он продолжает сниматься и надеемся скоро мы увидим этот сериал. А пока предлагаю перечитать оригинальную версию, ту историю, которую для нас создал классик мировой литературы француз Эмиль Золя. Турецкая литература разнообразна, великолепна, умна и красива. Впрочем, как и сама Турция. Желаем вам прекрасного путешествия по литературным просторам в солнечной Турции. Продолжение следует...